В Брестской области проживает порядка 300 ветеранов, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Часто рискуя собой, они спасали людей. Годослужбу сплотили и закалили этих сильных мужчин, которые не боялись рисковать, если от них зависела чья-то жизнь. Глядя на ветеранов-спасателей, сегодня понимаешь, они по-прежнему способны на подвиг. Тогда строили 3-4 этажа, ну 5 этажей, сейчас вон какие. Их надо обслуживать, надо обеспечивать людям безопасную жизнь в этих домах. И промышленные предприятия, и другие. Технологии стали сложнее и опаснее, о чем говорит Чернобыльский ГЭС. Эта авария прошла, и теперь им тут МЧС создали в связи с этим. Встречи с представителями Старой Гвардии уже стали доброй традицией. Сотрудники МЧС всегда поздравляют их с праздниками, навещают, проводят с участием ветеранов Дни открытых дверей и приглашают на торжественные мероприятия. Однако подобная акция чествования вошла в число традиционных сравнительно недавно. Спасатели начали проводить ее два года назад. Каждый раз на подобных встречах пополняется так называемая аллея дружбы. Ветераны сажают деревья как символ жизни и их профессионального единства. Отдается внимание нашим учителям, нашим наставникам за их труд, за их учебу, за их добрые дела. Меня очень радует, потому что в нашей области очень большая ветеранская организация и все ветераны принимают в ней активное участие. Дают нам совет, дают нам рекомендации, спрашивают. Ну и мы, конечно, отвечаем взаимностью. Тоже делимся и своими результатами работы и тоже спрашиваем, как нам поступать в той или иной ситуации. Однажды они выбрали для себя отважный путь – помогать людям в чрезвычайных ситуациях. И находясь на заслуженном отдыхе, ветераны остаются спасателями, потому что это прежде всего звание, которое дается человеку не по погонам, а по его делам.